С сегодняшнего дня число платных парковок для автомобилей резко увеличилось. В администрации города считают, что такая тенденция должна положительно сказаться на трафике города в целом. Ведь они прогнозируют разгрузку центральных улиц и, как следствие, увеличение скорости транспортного потока. И прямо перед выходными водителям предстоит решить, воспользоваться стихийной стоянкой во дворе какого-то дома или платными парковками. На этот вопрос каждый водитель ответит по-разному. Но очевидные минусы автолюбители готовы назвать сразу. Вот люди, допустим, кто-то работает в центре, им очень неудобно добираться. Они далеко живут, не в самом городе, а где-то в области. Им неудобно очень добираться. Но эти машины же, они никуда не денутся. Их все равно где-то нужно будет ставить. Или государство предлагает, я не знаю, машины купленные в ипотеку, просто оставлять у дома ездить людям на общественном транспорте. Если сначала государство поддерживает у нас покупку автомобилей, а потом оно не дает их просто поставить около работы, тогда какой вообще в этом смысл? Пробный проект платных парковок был запущен еще в прошлом году. И уже тогда депутаты партии КПРФ выступили с другими предложениями. Моя принципиальная позиция – платным парковкам должна быть альтернатива. И это также принципиальная позиция нашей фракции, которую мы высказывали и обозначали как полтора года назад, когда только запускался этот механизм, так и сейчас. Причем альтернативу эта обеспечивает должна городская администрация, а вовсе не люди выкручиваться, как они могут и где они могут поставить свою машину. По мнению водителей, машины будут ставить на платных парковках таким же плотным потоком. А если тарифы увеличат, то вместо главных артерий города они перекроют второстепенные дороги. Если платная парковка, то в моем понимании, то это какие-то должны быть плюсы для жителей города. А здесь мы получили то, что бесплатная парковка стала платной, то, что сейчас центральные улицы, на которых раньше нельзя было парковаться, а теперь можно, но за деньги. Я считаю, что это не ряд преимуществ, которые должна выдавать платная парковка. Появление подземных парковок или карманов с парковочными местами значительно бы упростило загруженность города. Но теперь в Рязани есть только платные стояночные участки, количество которых со временем будет только расти. Наш город стал не первым, в котором появилось такое новшество. На просторах интернета существует опрос по регионам России, в котором каждый человек мог высказать свое мнение по поводу платных парковок. И большая часть населения голосует за отмену таковых в своем городе. Правда, в Рязани в таком большом количестве они функционируют только первый день. И судить об их эффективности пока рано.